Работа на улице Мичурина от проспекта Масленникова до Чкалова ведется в обычном режиме. И переживания горожан, что стройка не завершится в срок из-за эпидемии коронавируса, не обоснованы, успокоил депутатов городской думы представитель самарских властей. По договору у нас окончание 1 октября, я думаю, что подрядчик, набрав вот такие темпы, завершит работу гораздо раньше. Работает у нас та организация, которая не один год работает на ремонте городских дорог. Качество всегда старается держать на высшем уровне. Улицу Мичурина комплексно ремонтируют по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. В этом году работать начали раньше обычного, не летом, а весной. Одна пятая часть от запланированного уже выполнена. Асфальт закатывают в два слоя, будет разметка и новые бордюры. Порядка 150 парковочных мест появится дополнительно. Тротуар выкладывают плиткой, разобьют газоны. Что, безусловно, хорошая новость, считают депутаты. Но они обеспокоены качеством ремонта. Особенно на том участке, где проложены трамвайные пути. Обычно рядом с рельсами асфальт долго не служит. Прозвучало предложение. На будущее использовать кроме асфальта и другие материалы. Мы сегодня в качестве примера приводили, когда металлические плиты лежат при соприкосновении с рельсами. Ну, это, конечно, намного облегчает, в первую очередь, ощущение водителей и пассажиров, которые находятся при переезде. Второй объект ревизии – дорога на улице Шверника. Ее асфальтируют большими картами. Плюс им делают новые тротуары. Депутаты увидели некоторые недочеты и тут же указали строителям на них. Идет вопрос по рекультивации газоновической части, замена бортового камня. То есть, по большому счету, учитываются и пожелания социальных объектов, которые вдоль дороги находятся здесь. Рассмотрели пожелания по поводу дополнительного пешеходного перехода нерегулируемого. Здесь находится объект 149-й школы, шаг в доступность. Благоустройство улицы Шверника продолжится и дальше. Наши депутаты хотят сделать спуск по ней от Новосадовой до Солнечной не только комфортным, но и безопасным. Все замечания и предложения после ревизионной поездки городские депутаты направят Елене Лапушкиной, главе Самары. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.